Всем привет! Итак, мой путь в IT. Я уже снимал подобный видеоролик, но я решил его переснять в более качественном формате, а также лучше его структуризировать. Итак, почему IT? Почему эта кривая дороже? Все очень просто. Потому что мне всегда нравился вайб, IT, то есть вот это конь, я-то всегда очень нравилось. Во-вторых, потому что в IT крутые зарплаты. Ну, типа, я считаю, если что-то вам нравится, но это не может прокормить ни вас, ни вашу семью, то это скорее хобби, чем сфера деятельности. Ну и третий момент, который тоже очень сыграл роль, что в IT можно довольно быстро перейти с наминого работника в стартапера и многотысячного величества и дохода. Вот действительно многотысячного. Ну, а можно и нет. Тут уже как пойдет. Но такая возможность есть, и это круто. Как же начался мой путь? Начался он где-то 5 лет назад, еще когда мой знакомый, продуктовый дизайнер, познакомил меня с тренажерами от HTM Alicademy. Ну, это была такая очень попытка зайти в IT. Но реально попытка уже началась в августе-сентябре, где-то 2021 года. Я прямо залетел на эти тренажеры сразу, там, по 5-6 часов в день. Прочти через полмесяца-месяц начал брать уже заказы на фринансе. И вот так начал двигаться-двигаться. Потом перешел, когда прошел все эти тренажеры, там, за 2 месяца или месяца, я не помню, сколько их прошел, я пошел на интенсивы от HTM Alicademy. Ну, то есть, ребята реально крутые. Так вот. После этого уже в декабре 2021 года я получил свой первый оффер в диджитал-агентство. Но на позицию, что между фронт-центра-заработчиком и продукт-менеджером. То есть, у меня как бы в подчинении еще был дизайнер и бэкэндер. Но это было больше нет. У меня были в подчинении, у меня была команда, но как бы за работу нашей команды перед руководством отчитывался я. То есть, вот так это больше выглядело. Прекрасная была команда. Мы как-то рад встретили вживую. Хорошо поработали. И так я проработал до марта. Но в марте компания закрылась по определенным причинам. Я переехал в Швейцарию и началось очень тяжелое время. Я продолжал учиться в HTM Alicademy. Закончил я сам учиться только в феврале 2023 года. Я очень долго учился в HTM Alicademy. Уже даже параллельно очень много работая. И зашиваясь на и работе, и одновременно на курсах. И тяжесть была в том, что я учился на HTM Alicademy. И работал на фрилансе. Не получалось найти обычную работу на фрилансе. А на фрилансе тогда было очень-очень непросто. Я работал на СНГ фрилансе. И это были и мизерные деньги, и тяжелые деньги. И, честно говоря, я уже где-то к лету, я уже такой, блин, гавик все достал. То есть, я уже действительно хотел это все бросить. Я уже не знал. Потому что, ну, действительно, когда вы идете сами, работая ради себя любимого, но при этом азлого что-то не получается, то вы уже такие, блин, не, ну, шо-то, шо-то не то. Но, но, через два дня, после моего дня рождения, я встретил самую лучшую, заботливую и мотивирующую меня девушку. Да. И вот благодаря ней я продолжил, не сдался. И уже через полмесяца получил работу в IT-академии. И, ну, где сейчас вот по сей день работаю. Большое спасибо тебе, солнышко, если ты смотришь этот видео-ролик. А я думаю, надо его смотреть. Так что спасибо тебе, привет тебе. Да. После этого я так проработал фриланс, IT-академия, до, опять же, декабря, вот, коже, 2022 года. Не знаю, совпадение или нет. И там уже я получил оффер в веб-студию, где по сей день работаю. Я там уже сначала работал на создание сайтов, потом еще в WordPress, оптимизация, потом создание мобильных приложений. Короче, сейчас занимаюсь всем, чем только можно. Да. После этого в феврале, в 23-го года, я нашел еще одну небольшую подработку в формате веб-студии тоже. Но там я такой более фрилансер, что, то есть, там есть какие-то проекты, мне чуть-то, типа, пишет продают менеджер. Привет. Что, как дела, хочешь взять проект? Да, хочу. То есть, в таком формате работаем. Также я пытался запустить свою онлайн-академию, но, честно, чуть-чуть ложенулся, в плане того, что не было времени. Да, и с партнером у нас чуть-чуть не хватило финансов под рекламу. Но, ждите, ребятки, будет у меня академия. Еще поймете мое слово. Так вот. После этого еще продолжал всегда учиться, на самом деле, на протяжении всей своей карьеры. Продолжал учиться. Пытался даже читать, на самом деле, литературу по программированию, но, как я уже смыл ролик про лучшие книги, у меня получилось, ну, я еще не дочитал, только одну книгу нормально читать по программированию, потому что все остальное мне просто, ну, такой формат не заходит. Он просто так идет туго-туго, как будто ручник включили на максимум, педаль тормоза, и так пытаемся называть. Да. Вот такой, в целом, у меня был путь. И вот что я хочу сказать в конце этого ролика, что никогда не сдавайтесь. Вы никогда начинаете свой путь, вы не знаете, что может быть в конце. Вы можете, я вам честно скажу, вы можете вообще ни к чему не прийти, ни кем не стать. Но, если вы это не попробуете, не сделаете, вы никогда в своей жизни никогда не узнаете, что получилось бы. Так что, ребят, дерзайте. Делайте что-то войти, неважно, в спорте. Старайтесь, просто идите вперед, напролом. И у вас, скорее всего, все получится, может нет. Но, главное узнать и попробовать. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok